Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Толя, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И в этом видео я вам расскажу, почему американские улицы такие пустые, почему совсем никто не гуляет. И, как видите, я хожу по практически пустынным улицам. Из-за того, что вы, скорее всего, реально сидите, смотрите это у себя дома в жилой многоэтажке, именно поэтому вы гуляете и ходите по улицам намного чаще, чем это делают американцы. А почему так произошло и вообще, ну, в чем причины более конкретные, я вам расскажу в этом видео. Поехали! Ох, у нас сейчас, друзья, 37 градусов тепла. Удачно я вышел на улицу, но ничего. Пожарные поехали кого-то спасать. В общем, друзья, как вы видите, я вот сейчас хожу по одной из, наверное, самых центральных улиц города, где расположены все офисы, все кафе. И я тут фактически, ну, один. Реально, кроме меня никого нет. Сейчас, чтобы вы понимали, 6 часов вечера, понедельник. И никого, кроме машин. Я тут хожу абсолютно один. Почему же так происходит? Если вы живете в Москве, Петербурге или любом другом достаточно старом российском городе, например, или там в Киеве, в Украине, то, скорее всего, если посмотреть на город сверху, то у города будет структура такая, ну, кругообразная. То есть, как бы, радиальная, да, структура. То есть, есть какой-то центр, и от центра идут разные там какие-то шоссеи, еще что-то. И по краям находятся окраины, жилые, где люди живут, спят, а на работу они ездят куда-то в центр. Это стандартная ситуация для практически всех европейских и более-менее старых городов. Так вот, если посмотреть сверху на американские города, то американские города выглядят, ну, совсем по-другому. Лос-Анджелес, это, наверное, самый вообще крайний пример, который только может быть, потому что здесь вот эта новая структура и организация города, она вообще кардинальным образом отличается от, ну, допустим, той же Москвы. Потому что, например, в Москве есть центр города, где сосредоточены все основные места для досуга. И если вы приедете в центр, то там везде можно ходить пешком, до всего можно быстро дойти, хорошо развить транспорт. Там самые лучшие заведения находятся, там все очень красиво и приятно. В Лос-Анджелесе же такого понятия, как центр, нету в принципе. Здесь их множество разных центров для разных целей. И вот так вот, если вы путешествовали всегда только по Европе и впервые приехали в Лос-Анджелес, вы вообще, ну, потеряетесь и не поймете вообще, что происходит с центром города, если вы туда поедете. Так вот, Лос-Анджелес, он начинался как европейский город. То есть у него тоже был исторический центр, но потом он поменялся. И из-за того, что Лос-Анджелес был основан сильно позже, чем города европейские, чем, например, та же Москва, то есть Лос-Анджелес, он появился в конце 18 века. То, когда пришла технологическая революция, то она застала, так сказать, город врасплох, и он начал развиваться по совсем другому пути, не потому, как развивались большинство европейских городов. И тут-то вот начались те самые перемены, которые привели к тому, что здесь быт людей и образ жизни людей кардинально отличаются от таковых в Европе. Все города Европы очень сильно зависели от воды, потому что они все основывались у рек или там у морей на побережьях. И потому что велась торговля, и по морю был самый быстрый, самый надежный способ доставки любых грузов. В Америке изначально тоже так было, как правило, города строились в устьях рек или на побережье океанов, но города еще не успели сильно застроиться, когда пришли новые виды транспорта. Новые виды транспорта кардинальным образом поменяли города. К началу 19 века город был в основном для пешеходов и для лошадей, то есть мы могли спокойно весь город пройти где-то за 30 минут, от одного конца города до другого. То с появлением транспорта и достижения технологической революции города стали очень сильно меняться. И так как американские города еще были очень-очень маленькими, они начали разрастаться в таком темпе, которого никто не ожидал. Где-то в середине 19 века в Америке начали очень сильно развиваться железные дороги. И железные дороги, они, собственно, стали таким первым этапом, когда города здесь начали основываться не потому, что они находятся там в устьях рек или еще где-то, а просто города начали основывать железнодорожные компании частные, которые развивали вот эту железнодорожную сеть в Америке. И города начали появляться вокруг станций поездов. Например, один из известных примеров это Лас-Вегас. Он находится в пустыне, там ничего рядом нет. Но Лас-Вегас вырос вокруг железнодорожной станции, одной из компаний, которая вот вела через весь континент свои железные дороги. И так уж вышло, что именно вокруг железнодорожной станции, которая находилась вот в пустыне штата Невада, вырос город Лас-Вегас. Так вот, железные дороги, они начали сильно очень менять структуру городов. Потому что мало кто знает, но современные электрички в 19 веке, их могли себе позволить только самые богатые люди, которые имели, которые начали покупать большие поместья за пределами города. И они могли, например, работать или ездить по своим делам в центр города исторический, который еще в то время был. Но домой они ездили к себе в загородные поместья. И они ездили на железной дороге на поездах. Можно увидеть фотографии, где там все в цилиндрах, в костюмах, там дамы и так далее. Они ездят на поезде, потому что обычные люди, даже не то, что средний класс, вообще просто люди, у которых не было нормальный денег, рабочий класс, они не могли себе это позволить делать. На поездах ездили только богатые. Они начали выезжать за пределы города в свои загородные поместья и жить. Так города начали уже меняться, потому что из центра железные дороги начали развиваться в сторону. Одновременно с этим в Америку приезжали толпы иммигрантов, как с Азии, так и с Европы. И города начали расти. То есть началась очень сильная урбанизация. Помимо того, что в американские города, в такие как Нью-Йорк, там Сан-Франциско, приезжало очень много иммигрантов из других стран, внутри самой Америки очень много фермеров перебирались из сельской местности в города. И, как правило, они все селились в центре, потому что они не могли себе позволить никакой транспорт, они не могли себе позволить загородные поместья, чтобы ездить по железной дороге. И они селились в центре, чтобы им было удобно пешком ходить на фабрики, которые, как правило, находились в пределах города, чуть ли не в центре, и они могли пешком туда ходить работать. Потому что уже было более выгодно работать на фабриках и на появляющихся заводах и фабриках, чем обрабатывать землю. Поэтому, собственно, города так и росли. И это создало немало проблем. Потому что американские богачи, которые зачастую владели собственностью в центральной части города, или там доходными домами, или имели квартиры, или целые дома в центре города, им становилось неприятно там находиться, потому что приезжало очень много бедных людей. Они там все расстелялись, появлялись трущобы, потому что они не могли жить ни в каком другом месте, чтобы ходить пешком на работу, на завод. И людям обеспеченным стало некомфортно жить в пределах города, в центре. Они стали потихоньку уезжать. В это же время, это уже, если подходим где-то к концу 19 века, то по американским улицам поехал первый электрический трамвай, там, начало 20 века. И этот электрический трамвай, он еще сильнее расширил город. Он, потому что позволил людям иметь недорогое жилье не в центре города, а за пределами окраин, куда они могли добраться на трамваях. Потому что трамваи были дешевле, чем поезда, и они позволяли рабочим людям получить более дешевое жилье за пределами города. А на работу они ездили на трамваях. Следующий момент, который кардинально вообще поменял то, как устроены американские города, это изобретение автомобиля. И когда Форд начал массовое производство своей модели Т, которое было относительно дешевым, и его могли уже себе позволить не только богатые дельцы и аристократы, а вообще в целом такой формирующийся американский средний класс. И это изменило города кардинально. Потому что к тому времени богатые люди уже настолько сильно возненавидели центры городов, в которых селилось очень много бедных людей, меньшинств, которых они в то время очень сильно не любили, что они теперь могли себе позволить купить и построить себе нормальный дом за пределами города и спокойно добираться туда на автомобиле. И все это усилилось еще сильнее после Второй мировой войны. Когда так уж вышло, не будем никого осуждать, говорить о том, что хорошо это или плохо, но Америка вообще практически не пострадала от Второй мировой войны. И экономически она стала самой могущественной страной на тот момент. И внутри Америки было настолько много денег, что наступила эпоха так называемого всеобщего благополучия. Это вот все послевоенное время. Возвращающиеся из Европы, из Японии военные, они получали, во-первых, огромное количество рабочих мест, которые появились после войны. Во-вторых, они получали практически беспроцентно, с очень-очень низкими процентными ставками кредита на дома. И компании, которые строили в то время жилые дома, они просто разбогатели, потому что понимали, что огромным миллионам людей нужны сейчас дома. Они могут себе позволить свое собственное жилье, купленное в кредит. И здесь вот такие основные различия. То есть, если смотреть на Россию, то в России массовое строительство, когда началось, оно началось там при Хрущеве, когда начали строить эти вот многоэтажки, был вопрос, как построить как можно больше жилья, как можно более дешевым способом. В Америке же такой вопрос не стоял, потому что экономика была на подъеме. И было выгодно частным компаниям строить большие дома с двориком за пределами города. И тут вот начался очень сильный раскол, потому что центры городов опустили. Ну, как опустили? Там в основном начали жить маргиналы. А окраины начали процветать. Что из-за этого случилось? Из-за этого деловые центры городов американских, они сместились из центров ближе к окраинам. То есть, появилось очень много таких региональных, скажем, ну, локальных центров, где начали появляться офисы других компаний. То есть, чтобы людям, которые жили в более обеспеченных районах, им было ближе ехать именно туда, работать в офисы, чем ехать в самый центр города, где было много бомжей, наркоманов, меньшинств, которых больше нигде не хотели селить. Мало кто знает, но в Америке в 40-50-х годах черным, например, не давали кредиты на покупку или постройку дома в районах, где жили белые люди. Просто не давали, банки отказывали. Была такая политика. И зачастую им приходилось селиться либо в сегрегированных районах, которые были выделены специально только для черных, или для азиатов, либо оставаться в центрах городов, которые когда-то были самым престижным местом для жизни, а в то время, где-то в 50-х, 60-х, 70-х, они стали натурально трущобами. То есть, там было страшно появляться, могли среди дня зарезать. Вот такие были центры городов. Понимаете? То есть, вот это уже такая разница, что в то время, как, например, в Москве центр всегда оставался относительно приличным, даже престижным и дорогим, в Америке центры городов 60-х, 70-х превратились просто в самые ужасные, самые дешевые районы города. Но почему же американцы так мало гуляют до сих пор? Дело в том, что из-за того, что в стране было много денег, практически все могли позволить себе автомобиль. И это до сих пор остается и так. Тут автомобиль очень дешевый. Автомобиль не является признаком роскоши или богатства. Его может позволить себе, ну, реально чуть ли не студент, просто его взять самостоятельно себе в кредит, потому что тут кредиты 3%, 4%. Ну, то есть, ничто по сравнению с тем, какие процентные ставки в России. Так вот, в то время это было еще дешевле и еще более доступным. И люди начали везде передвигаться на автомобилях. Наверняка в каждом городе, вот неважно, откуда вы сейчас меня смотрите, есть торговые центры большие. Если мы говорим про Москву, то это когда-нибудь мега или там какой-нибудь европейский, вот этот вот формат. Не знаю, знаете вы или нет, но этот формат пришел к нам в Россию, вообще в Европу из Америки. И мы должны, и мы обязаны этому формату автомобилям. Потому что, вот как я говорю, люди начали выезжать из центров городов и начали появляться локальные центры. И людям, помимо того, что надо было где-то работать в этих локальных центрах, им надо было куда-то ездить на автомобилях, чтобы покупать продукцию. Ну, любую там, для дома и в магазины ездить. В центры городов они уже ездить не могли, потому что там были маленькие улочки, не предназначенные для автомобилей, так как застройка центров была еще в доавтомобильную эпоху. Соответственно, в центре открывать много магазинов было невыгодно. Плюс там было очень много маргинальных элементов и наркоманов, что ни один магазин, ни один бизнес не выдержит там находиться, потому что ни один покупатель туда не поедет. Из-за этого один архитектор, он был немец, вот этот вот чувак, он придумал формат торговых центров, когда посередине строится большое здание, по периметру очень большая территория с парковкой, а внутри этого здания куча магазинов, ресторанов, кинотеатров. То есть все сделано для того, чтобы можно было очень легко из своего пригорода приехать на автомобиле, припарковаться, зайти внутрь этого торгового центра и уже гулять только внутри этого здания. И первые торговые центры в Америке, они появились еще в 50-х годах. И, собственно, вот с тех пор американцы, они гуляют в основном не на улицах, они не приезжают там в центр города, чтобы прогуляться или там еще куда-то, как это происходит, например, в той же Москве. Они едут в основном в торговый центр и гуляют там, потому что Америка страна автомобилей. И вот исторически так сложилось, что люди везде передвигаются на автомобилях. И из-за этого, кстати, в Америке не сильно развит общественный транспорт. Особенно вот в таких новых городах, как Лос-Анджелес, да, то есть сейчас здесь берутся за ум, но в целом есть здесь другие города, в штате Техас, там, по-моему, Даллас. Там это гигантский город, но там нету ни метро, там нету... Еле-еле там развит общественный транспорт, в том числе, потому что большинство людей, они ездят на автомобилях, и на общественный транспорт просто не будет спроса. Ну, из-за того, что американские строительные компании, которые строили здесь большое число частных домов, в пригородах, где селились люди, то другие компании, которые занимались строительством тех же торговых центров, они понимали, или там владельцы каких-то магазинов, или сетей магазинов, они понимали, что им невыгодно строить в каждом пригороде по магазину. Им легче построить большой торговый центр с разными большими очень магазинами, которые будут в пределах, ну, там, 10-15 минут езды на машинах от разных этих пригородов, чтобы сразу обслуживать много покупателей. Из-за этого в пригородах, если вы живете здесь в Америке, то вы не можете никуда дойти пешком до магазина, вы можете только поехать на машине, там в пешей доступности нету ничего. В России же была абсолютно другая ситуация. В России массовое жилье строили, чтобы как можно больше людей поселить, и строили вот эти большие многоэтажки с большими территориями, открытыми между домами, и чтобы там рядом была какая-нибудь школа, чтобы обязательно был какой-то магазин, несколько этих видов магазинов, чтобы был рядом рынок, потому что не все люди могли себе позволить машину в советское время, это потому что машина была роскошью, и государству было выгодно строить жилье в таком формате, чтобы люди в пешей доступности могли дойти там до какой-то площади, до парка, до магазина, еще до чего-то. В Америке же такой ситуации не было. Именно поэтому вы, вот если смотрите, вы живете в обычном многоэтажном жилом районе, в котором жил я, там рос, в котором наверняка в 99% населения России живет, то именно поэтому вы гуляете и ходите пешком намного чаще, чем это делают американцы, именно поэтому вы недоумеваете, и для вас странно, что когда я снимаю видео с улицы, то вы не понимаете, где все люди, почему никто не гуляет, потому что, ну вот так вот, здесь абсолютно другой формат быта, то есть жизнь устроена по-другому, и это не первое, не второе, не третье поколение, это реально уже, ну практически 100 лет вот этому всему. Кстати, если кому-то интересно, то американцы в 60-х, они тоже пытались строить такие многоэтажные жилые районы, как это делают до сих пор в России, но они поняли, что это неэффективно, потому что их очень дорого обслуживать, и там начали селиться разные неблагоприятные элементы, потому что это было очень дешевое жилье, которое себе могли позволить, в том числе черные. Они впоследствии не очень уважительно относились ко всей инфраструктуре, очень много всего ломали, отказывались платить за коммуналку, еще что-то там, просрачивали платежи, и все эти районы, они пришли в упадок и превратились в гетто. И практически во всех городах американских, где когда застроили такие вот большие многоэтажные жилые районы, их все снесли, потому что они превращались просто в опасные места. И всех людей расселяли и строили вместо этого смешанные такие микрорайоны, когда не многоэтажная застройка, и чтобы территорию было дешевле обслуживать. Потому что здесь государство этим не занимается, это все занимаются частные компании, и они не будут в минус себе обслуживать какие-то территории, которые им не приносят прибыли. Да, это может быть бездуховно, но это капитализм, вот так вот здесь все работает. Америка – это страна победившего автомобиля, и с одной стороны это может показаться хорошо, ведь дешевые автомобили, относительно недорогое жилье, низкие ставки по кредитам, но с другой стороны сейчас люди, которые занимаются урбанистикой, планированием городов, например, вот говорю за Лос-Анджелес, они поняли, насколько это неэффективно, потому что Лос-Анджелес практически круглосуточно стоит в пробках. Здесь довольно большие вот эти выбросы выхлопных газов от автомобиля, несмотря на то, что правительство обязывает всех производителей автомобилей ставить какие-то специальные фильтры на двигатели, все равно здесь уровень загрязнения воздуха достаточно высокий, потому что Лос-Анджелес – это очень автомобильный город, и город становится тяжелее развивать, им становится тяжелее управлять. Поэтому сейчас здесь массовая такая вот маятниковая иммиграция, когда люди из пригородов ездят в вот эти центры притяжения вот с такими вот зданиями, как на фоне меня, офисов они здесь работают, потом они уезжают обратно в пригороды. А сейчас стараются это менять, поэтому в Лос-Анджелесе сейчас активно развивается общественный транспорт, они строят сейчас несколько веток метро, даже Илон Маск, который здесь строит тоннели, он изначально хотел, чтобы тоннели были только для частных автомобилистов, но потом он полностью поменял план, и сейчас он говорит, что его вот эти тоннели, которые он строит с помощью своей Boring Company, они будут в первую очередь для перевозки большого числа людей, то есть это будут как капсулы, которые типа как автобусы будут перевозить большое количество людей на большое расстояние очень быстро. У этого типа транспорта будет приоритет над теми, кто едет один в своем автомобиле. Ну а пока американцы в основном живут в пригородах, они добираются до ближайших магазинов на автомобиле. Более того, даже если в семье есть маленькие дети, то на детские площадки им тоже приходится ехать, то есть они садятся в машину, едут в ближайший парк, и там они уже, дети играют на детских площадках, или там ходят в походы и так далее. Но все в любом случае предусматривает вождение автомобиля. Будет поездка в магазин, в ресторан, с детьми на детскую площадку, в школу, в детский сад, куда угодно, только на автомобилях. Кому-то это может быть удобно, кому-то нет, но вот таковы реалии. То есть нету здесь никакого осуждения, хорошо это или плохо. Вот просто так сложилось исторически, и вот благодаря быстрому развитию технологий, тому, что здесь у людей было достаточно много денег, чтобы очень быстро все эти технологии себе приобрести. Но сейчас, как я говорил, здесь понимают, что это не совсем эффективно, и в Лос-Анджелесе, не могу говорить с других городов, но в Лос-Анджелесе сейчас активно применяют такую смешанную застройку. То есть даже торговые центры в Америке сейчас в большинстве в своем сносят вот такие закрытого типа, типа вот как мега в Москве. Их чаще сносят, чем строят новые. Сейчас в основном строят здесь такие смешанные, их называют лайфстайл-центры, не молы, а именно лайфстайл-центры. Что это такое? Это когда застраивают торговый центр, его делают, например, под открытым небом, имитируют, как будто это какой-то район города, там могут пустить трамвай, фонтаны, даже могут сделать так, чтобы там были квартиры, рестораны, какие-то торговые помещения. То есть вот такой пример, вот здесь в Глендейле есть такой торговый центр Американо. Это вот пример типичного американского современного лайфстайл-центра. Он выглядит как район города, но по факту этот торговый центр просто стилизованный под район. И потому что людям комфортно гулять на улице, им комфортно гулять там под открытым небом, а не под светом ламп в торговых центрах. Поэтому вот такой формат сейчас больше предусмотрен, здесь более популярен. В Америке здесь очень много строится сейчас зданий такого вот типа, где я живу, где есть бассейны, где есть там внутренние дворики, где есть барбекю, спортзалы. И они строятся в таких районах, где они были в пешей доступности от магазинов. Потому что городам выгодно, чтобы люди больше ходили здесь пешком, потому что уровень местного бизнеса, он растет. А если здесь растет уровень такого вот малого бизнеса, то соответственно больше налогов и город больше развивается. Поэтому сейчас здесь города именно начинают применять такой смешанный тип развития, когда идет приоритет пешеходов, а не автомобилей. И с этой точки зрения центр Москвы, он намного более развит сейчас, чем практически любой район Лос-Анджелеса. Потому что по центру Москвы гулять намного комфортнее, там намного сильнее и лучше развиваются бизнесы, чем в любом другом районе Лос-Анджелеса. Но Лос-Анджелес к этому идет, тоже чтобы создавать такие вот центры притяжения, где люди могли бы пешком гулять, пешком все делать и не нужно было от одного магазина к другому ездить на автомобилях. В общем, вот, друзья, такая вот ситуация. Надеюсь, вы поняли, что здесь люди не гуляют не просто потому, что они там жирные, им лень, а просто потому, что здесь так устроены города по-другому. Ну, конечно, стоит сказать, что не такой вот американский подход, когда все живут в больших частных домах, в пригородах и везде передвигаются на автомобилях. Не тот подход, который использовали там в Советском Союзе, до сих пор используется в России, когда всех селят в большие многоэтажные коробки-муравейники и все живут в этих вот микрорайонах, из которых фиг выберешься, потому что нет нормальных парковочных мест, ничего нет. Не тот, не тот подход, он неэффективен. И я надеюсь, в Москве это уже поняли, потому что в Лос-Анджелесе вот этот подход с застройкой пригородов, его тоже поняли и уже начали менять. Что будущее и эффективность она за смешанной застройкой, как сейчас делают, я знаю, во многих городах Германии, как сейчас делают в Великобритании. То есть, они строят такие специальные центры, где люди могли бы и жить, и могли бы пешком дойти до места, где они могли бы работать. То есть, там и коммерческие помещения, и рестораны, и магазины, все есть в одном месте. То есть, будущее, она за такой смешанной застройкой малоэтажными микрорайонами. Я думаю, за этим реально будущее, потому что население городов только будет увеличиваться, население планеты только увеличивается. И вот только как-то так мы придем вот к этой вот золотой середине, которые пока, пока мы еще не пришли, а только идем. Поэтому, ну, Америка не идеальная страна, у нее здесь свои косяки, просто они с другой стороны, о которых, наверное, вы не можете узнать, пока вы здесь не поживете и не побываете. Но, тем не менее, вот так вот здесь люди живут. Все, друзья, если вы знаете что-то новое, то поставьте этому видео лайк, поделитесь этим видео с друзьями, обязательно подпишите в комментариях, насколько вам было интересно, хотите ли вы больше видео о такой, знаете, необычном устройстве американской жизни, американских городов, как вам вообще понравилась такая вот немного новая тема, о которой я до этого никогда не говорил. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и на мой инстаграм, чтобы следить за моей обыденной жизнью в Лос-Анджелесе. Также я в инстаграме часто делаю прямые эфиры, только для инстаграма, хожу по улицам, гуляю, отвечаю на ваши вопросы. В общем, все, увидимся, друзья, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова